здравствуйте уважаемые друзья зрителей youtube канала daily europe онлайн сегодня у меня в гостях константин танч баровой здрасьте константин танч здрасте михаил я думаю что абсолютно все зрители знают что константин танч известный общественный деятель предприниматель политик но я еще не раз об этом говорил и не устану повторять что действительно константин очень интересный человек и обогащает свою личность и политику и предприниматель общественной деятельности сделайте комплименты я нахожусь в калифорнии здесь когда мужчина делает мужчине комплименты то же самое что делать комплименты женщины вот и я напоминаю что можете подписаться на youtube канал ой для лидера плана эти канал кристина танча внизу под описание видео будет ссылка на paypal моего youtube канала и константин натанча тоже поставлю кпл константин танча и вы сможете поддержать youtube канала опять же будем очень благодарны за поддержку наш ташка симпатич мы с вами просто расписали программу бейси бромча перезовском и в этот раз хотел бы с вами поговорить как бы продолжить этот исторический экскурс и поговорить о генеральном козыркове определенным деятеля не заслуженно незаслуженно с бытом спустя много лет но сыгравшим определенной степени свою роль у событий 90 года вы его лично на лука знали вот производил ли на вас это человек впечатление которое равносильно пословица или поговорки из грязи в князь но в каком-то смысле да мне знаете что в нем поражало он первый после того как ельцин отказался от люстрации по отношению к кгб к сотрудникам ельцин отказался от ликвидации кгб он называл кгб нереформируемой организации в начале так сказать своего срока уже в девяносто яльцин использовал этих офицеров и один из руководителей кгб примаков стал сначала министром иностранных дел потом премьер-министр но раньше всех а помощник но за край а ельцина крыжаков на одной из пресс-конференции вдруг показал свое удостоверение офицера кгб просто раскрыл и появилась фотография даже этого удостоверения и сказал что вот он по этому удостоверению проходят фсб фск так вот то есть вот это обещанная задача реформирование нереформируемой организации она ельцином не была выполнена вот и одна из причин это коржаков который оказался очень полезен ельцину демонстрировал эту полезность вот и выполнял в общем такую роль целой там без организации по безопасности на него была своя группа меня были тогда очень сильные аналитики которые постоянно докладывали что коржаков начал процесс создания собственной организации безопасности он распространяет компрометирующие материалы о своих оппонентах ему очень не нравились гусинский он вообще антисемитом был вот и таким знаете по отличие от путина открытым антисемитом вы знаете мне приходилось читать мемуары сергея пилатова руководителем администрации ельцина до 96 года и господина кустиковым который был пребыл пресс-секретарем если не ошибаюсь а на гельцином был и оба говорили о том что писали точнее о том что коржаков он как раз то чего говорить во всю занимался компроматом он организовал тайную полицию а костика вообще своих мемуара говорит о том что коржаков его лично отзывал и как бы намекал ему на то чтобы тот не пришел приковать свои мемуары перед тем как уезжать с поста пресс-секретаря на опост послам ватикане вот действительно ли это был опасный человек 90-е годы с точки зрения его инструментария его возможностей а тайной полиции ну опасность его состояла в том что он он был очень приближен к ельцину и оказывал сильное влияние на решение которое принимал президент и в общем в этой конкурентной борьбе между семьей дочерьми и коржаковым значит ну рождались всякого рода иногда какие-то абсурдные решения он усиливал свое влияние он пытался а принимать кадровые решения отстранял отодвигал от ельцина неугодных ему людей или компромат на костикова значит по поводу того что он человек нетрадиционной ориентации это то что распространял почти открыто крыжаков ему не нравились банкиры он поддерживал там были такие патриотические банкиры он их поддерживал противостояние с банкирами евреями вот там была довольно серьезная борьба и в конце концов борис николаевич его отстранил потому что коржаков просто потерял контроль над собой он начал принимать решения которые были в исключительной компетенции президента ну и просто начал наносить ущерб стране после отставки коржакова в девяносто шестом году этим произнес знаменитую фразу который изучал примерно так он так много на себя брал так мало и многие интерпретировали и и совсем другом ключе явно навыкая нам любовь александра васильевича к материальным ценностям вот что на ваш взгляд имел ввиду ельцин говорится фраза ну он пытался контролировать процессы экономические он фактически создал одну из нефтяных компаний ну не так влиял очень сильно на ее решение и эта компания получила протекционистское преимущество он принимал решение о том кому можно то или иное месторождение передать это же все таки мы с вами по моему как я настраиваю на балтийской модели экономики открытый которые могут принимать участие все компании это открытая конкуренция но победила концепция в россии концепция нет опущения превращения россии в сырьевой предаток запада а это значит что все таки какие-то экономические решения вот по поводу месторождений по поводу крупных компаний они принимались не в результате открытой конкуренции а в результате политических решений отсюда залоговый аукцион что такое залоговый аукцион известный предприниматель лояльной власти ему передается крупная компания и одновременно он кредитуется для формального приобретения этой компании и в этой конкуренции в этом аукционе не принимает участие никто кроме него ну формально кто-то еще принимает участие надо соблюсти правила это как знаете а юрий михалыч лужков как-то объявил конкурс на реставрацию вот этого памятника рабочего колхозница 30 декабря объявлен этот конкурс причем там какие-то деньги ну очень большие чуть ли не 200 миллионов долларов и 31 декабря уже конкурс был завершён и как наверно вы понимаете елена батулина победила в этом конкурсе вот ну это стало у нее просто было лучшее конкурсное предложение да ну хотя там кто-то еще формально участвовал вот это такая экономика вот сейчас мы ее квалифицируем как корпоративную экономику экономику близких друзей вот но это неправильно было конечно это очень сильно сдерживал раз интеллект россии и экономичка и политичка и в конце концов привело к власти вот эту группу которая сегодня управлены трассе задается впечатление что все-таки крыжков пытался выстроить как человек претендовавший на роль опытного аппаратчика пытался выстроить свою группу он как бы собирал вокруг себя прежде всего со сковца вице-премьера и барсюкова руководителя файска и в общем-то это была как бы вот такая группа которая была в против вес чубайс чубайсу чубайсу и и мне зачем коржакова вообще ну скажем так зачем он вообще в это дело ввязался и специально шел на конфликт с дочкой президент это же было понятно что она дочь президента всему перекуркует коржакова вот вы его назвали опытом аппаратчиком не было быть опытом аппаратчиком он был человеком не очень разбит и не очень хитро многие его действия характеризуются но его тем что он ну просто не просчитывал последствия своих слов действий вот и конечно анатолий борисович убавит статья до яченко там и многие те с кем он боролся кому он объявил войну с кем он боролся ну легко переиграли очень быстро девяносто шестой год отставка мы эти собственно он был у власти наверное один год ну или близко к власти или он имел возможность принимать властные решения всего один год это как раз совпало с первой частной войной неожиданно я обнаружил когда был процесс над валерий леничной новодворской судебный процесс неожиданно я обнаружил что он верит от нашей нет действием прокуратуры но на самом деле действием чекистов против новодворской а было что ли политическим таким процессом понимаете процессом на котором он демонстрировал свое влияние а тогда как мне потом объясняли ему удалось убедить ельцина что новодворская такой российский гавил что она на самом деле может представлять опасность качестве конкурента но это совершенно вы да совершенно высосно из пальца процесс главное обвинение это цитата из достоевского знаете кто мы твари двородорожающие или правы ими она в какой-то статье использовала и прокурор ее обвинял в том что она русский народ называет тварями но совсем безграмотные люди понимаете и коржаков эти это прокуратура вот но он приложил руку в том числе и к этому процессу тоже тима чем там ч мы с вами не накратно говорили обсуждая 20 работ что он начала путинской агрессии против украины а в какой-то степени была попытка то есть есть следует рассматривать не только с точки зрения экспансии с точки зрения удержания внутри россии можно ли мы говорить о том что первая чеченская война это была судьба коржакова по цементирование власти самого ельцина она пока не вырастет условно говоря приемка от самого коржакова и мы помним как коржаков конца 1905 года убеждал нельцена не идти на выбор и ввести а чуть ли не военное положение то есть попростому отсрочить выбор а чеченская война первая чеченская война началась не в конце девяносто четвертого года она началась двадцать третьего двадцать четвертого июля 1924 года когда ельцин сдал секретный указ о подготовке к процессу который тогда назывался восстановлением конституционной законности на территории чеченской республики губернаторы главы регионов предупреждались о том что этот процесс начнется и необходимо будет информационно его поддерживать организационным и это еще не очень сильное влияние к коржакова мы эти решения о начале чеченской войны она принималась в ответ на действия шаймиева в основном на события в татарстане который воспринимал конституцию буквально вот как там написано что это федеративное государство и регионы составляющие федерацию обладают экономической самостоятельностью политической самостоятельностью шаймиев создал свое министерство иностранных дел подготавливалось решение о том что призывники татарстана будут служить на территории татарстана критики этого решения говорили о том что шаймиев кроме министерства иностранных дел еще хочет и собственное министерство оборот а министерство иностранных дел ну в общем она уже начала функционировать шаймиев устанавливал дипломатические отношения ну не формальные но дипломатические отношения с государствами мусульманскими с исламскими государствами вот и довольно успешно процесс можно было использовать в но я думаю что это был еще не коржаков там в то время наибольшее влияние вот в этом смысле оказывал на ельцена козак вот это была его идея о том что слишком сильные автономные тенденции вот в частности в татарстане могут быть опасны для власти ельцина для федерации и они выбрали в качестве жертвы так сказать как им казалось самое слабенькое государство самое слабенькое звено как им казалось то есть константинович это была показательная порка да это должна была быть показательная порка остановление конституционной законности значит сторону грозного двинулась в начале сам процесса там какая-то ну шутовская даже форма была в начале гантемиров в голове с а не знаю дивизия полком какой-то ограниченной частью танковый двинулся по так по подправлению грозного и был остановлен вот и они бежали и после этого грачев появился и после этого возникла эта фраза насчет того что грачев эту чечню покорит одним балком и началась чеченская война грачев встретился с дудаевом сказал дудаев спросил а что вы собственно хотите и грачев сказал бы хотим что ты сдался подчинился в общем какие-то такие слова были сен-канч вот возвращаясь к этой сакраментальной истории углу коробки из-под сервиса то есть попросту говоря когда словили двух человек мы будем называть с коробкой которая была что-то около миллиона долларов которые шли в администрацию президента либо из администрации президента и это были деньги на выборы тогда вот собственно коржакова его отправили в отставку именно потому что этих людей задержала его служба охраны вот почему в тот момент никому не пришло в голову что как не относились к коржакова но это прямая абсолютно прямая коррупция потому что деньги на избирательную компанию которые как бы черные деньги которые финансируют избирательная компания это коррупция понятно что это существует просто по советского пространства но если тебя уже словили так бы добр все-таки отвечай по закону почему тогда вообще журналистской среде никто об этом не говорил а выставили коржакова как чуть ли не человека которая вторит зубрана и помогает ему приедет на вопрос ну вот смотрите ведь это произошло сразу после попытки переворота попытки начала гражданской войны которую предпринял хасбулатов родской девяносто третьем году и все было очень опасно это сейчас уже в спокойной обстановке какие-то так сказать противники демократии рассказывают там с вами что там это был расстрел парламента это не был расстрел парламент это был год противостояния двух политических групп противостояния которые разными способами пытались не разрешить том числе и референдум значит было объявлено и проведен референдум о котором гражданам ну по существу предложили выбрать поддержать парламент трудского хасбулатова или ельцина и народ выбрал ельцина вот и опасения того что мы не обладали колоссальным влиянием это же ведь понимаете это было после советского союза и в государственной думе где я был депутатом в девяносто пятом году она была создана больше 50 процентов это были коммунисты и речь шла о возможности возвращения коммунистов к власти и и василь ванны шандыбин если вы помните такого коммуниста а его любимой шуткой было значит вплоть до девяносто девятого года он подходил ко мне и говорил что бравой мы тебя уважаем и твою новодворскую уважаем именно поэтому мы вас не расстреливать будем мы вас повесим на красной площади на всеобщей обозреть но это шутка понимаете но такая грубовато шутками вот и он и не один раз это говорит вот и девятнадцать шестом году во время выборов вероятность прихода к власти коммунистов она была реальной и речь шла о о честных выборах речь шла о выборах в результате которых ельцин собирался победить и хотел победить и победил между прочим вот и наличные для финансирования артистов применялись не только сторонниками ельцин но и теми же коммунисты это был нормальный процесс ну вот так устроена структура российского шоу-бизнеса так была устроена тогда никто не стал бы поддерживать там и то что ельцин и коммунистов если бы не получал наличные было это было принято я сейчас не вспомню кто поддерживал тогда зюгандова то кто-то поддерживал тоже артисты какие-то это же это был наличный оборот они просто других денег не принимали артист они не понимали что с ними делать понимаете культура налогообложения к девяносто шестому году еще не было такую широко распространен шоу-бизнес работал за наличные это был была единственная форма единственный способ оплаты и день завершение вот вы сказали что расстрел парламента где нас третьем году это была вынужденная мера и сейчас пытаются ретроспективно представить это как расстрел парламента хотя это действительно была ну как бы борьба зол с которой победила зло то зло которое меньше всего могло бы навредить тем процессам которые происходили как вы считаете насколько был прав ельцин декабря 1903 года когда сделал абсолютно свободные выборы в постсоветской стране в результате которой если не ошибаюсь первое место заняли лдпр второе заняли коммунисты но и дальше что называется по списку там пресс лидар не уже были там третий четвертый и так далее какой смысл вообще был том демократического процессе когда в результате этого готовится реакция с которой так там борешься но вы знаете валерий линьвич новодворская тогда в девяносто третьем году демократический союз обратился к ельцину с предложением ввести 5-летний срок президентского управления периода охлаждения как ни странно вот вы тоже говорили о позиции коржакова но объективно это все было ясно все было ясно что лдпр коммунисты придут к власти это легко просчитывалось и а этому процессу еще помогали структуры вот кгб еще живые тогда они а помогали дестабилизации в октябре девяносто третьего года они помогали дестабилизации ситуации в россии до этого и после этого вот и лдпр которая победила на выбор это же в чистом виде была креатура кгб и и вот вас сегодня волновал этот вопрос наличных денег 1 миллион десятки миллион и вальсе тогда в лдпр лдпсс потом лдпр без всякого контроля спецслужбы российскими накоплений было очень много ресурсов так сказать вот вы правы в том что нужен был период охлаждение ситуации и тогда появилась статья валерий личных которая потом использует название которые использовали многие и на митингах даже она называлась не отдадим наше право налево вот всем было понятно что коммунисты сильны и что общество с большей вероятностью будут поддерживать левые тенденции и националистические спасибо вам большое за интервью константин константин боровой сейчас надеюсь и предприниматель политик был сегодня с нами на канале деле его плане лишь не помню что подписывайтесь обязательно на канал константин что подписывайтесь на мой канал помогает есть адрес припала константин чего меня то будем вам очень благодарна спасибо что константин пайсибов